На страже географии Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с активом регионального отделения Всероссийского географического общества. За чашкой чая собравшиеся обсудили итоги и успехи прошлых лет и поговорили о планах на будущее. Мы работаем здесь уже с 2010 года. С 2012 года имеем юридический статус. Ну и, конечно же, проекты, которые мы выполняли, их достаточно много. Мы хотим сегодня на повестке дня обозначить вопросы детского воспитания, мы хотим обозначить вопросы экологической деятельности на территории области, мы хотим рассказать о детских краеведческих экспедициях и крупномасштабных в масштабах России проектов. На этот год специалисты географического общества наметили реализацию нескольких крупных проектов в планах образовательной программы и акции издания географического атласа Ивановской области, приоритетный проект создания национального парка Святоозерский в Юже. По словам специалистов маленькая Карелия, а именно так называют юг Южского района, на грани вымирания. Идет очень интенсивная деградация. Что такое Святое озеро? Это жемчужина. Жемчужина в Ивановской области. Почему так говорю? Потому что там до 600 автомобилей на берегу собираются в хорошую погоду. Это нагрузка, жуткость. Оно гибнет на глазах. Потом, где-то возникла идея национального парка. Статус национальный парк – это дополнительное ограничение для туристов. За мусор и костры, например, будут штрафовать. Проект пока на стадии разработки. У коллег из Волокда и Ивановские специалисты уже узнали о том, как создают такие парки. При этом, как отметил Станислав Воскресенский, сначала следует продумать инфраструктуру, а в частности, отремонтировать дороги. Нужно сначала выполнить такую домашнюю работу. Я это к себе, прежде всего, отношу. Это работа правительства области вместе с, естественно, главой района. И давайте мы с вами вместе отдельно соберемся, посчитаем все это, посмотрим, где действительно будем уверены, когда все посчитаем. Как мы этого добьемся, тогда действительно этот проект с вами начнем. Но надо полностью понимать, кто за что отвечает, какие ресурсы. В планах еще один проект – создать археологический музей под открытым небом в Плесе. Уже в конце мая там организуют палаточный лагерь и будут проводить раскопки. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.